Всем привет, с вами Сид и сегодня мы посмотрим игрушку под названием Swag and Sorcery. Но Swag, я думаю, знаете что такое? Sorcery это у нас волшебство. Так, играть. Сохранение. Выбираем первое. Сохранение. Играть. Так, пожалуйста, подожди. Давным-давно в одном далеко-сказочном королевстве правил очень мудрый король. И... Ваше Величество, казна практически пуста. Враги захватили дальние рубежи. Я, как ваш советник, подготовил список мер. Как вы надоели со своими списками. Ваш король уже все придумал. Все наши проблемы решит волшебный костюм моего прапрадедушки. Просто как и все гениальное. Король такой крутой. Иногда королю в голову приходили поистине судьбоносные идеи. Дело в том, что у прадеда короля действительно был волшебный костюм. И в то время королевство в королевстве было хорошо и спокойно. Но, увы, костюм украли. А что, крутой костюм. Такой грех не украсть. О, какой славный котенок. Еще раз назовешь мне котенком. Нос отгрызу я черный кот. О, простите. Так где я был? Итак, король нашел способ спасти королевство. Прекратить разговорчики. Делаю, что хочу. У нас абсолютная монархия. Итак, приказываю отправить моих верных героев на поиски костюма. Ага. А вот и игра. Вот уже сама игра. Так. Значит, нам костюм надо найти. Кот, кстати, прикольный такой. Важнейшая... Так. Важнейшая миссия. Канцелярия Его Величества приветствует вас. Вашему королю нужны герои для выполнения важной миссии. Посему срочно нанимайте одного в гильдии. Цель нанять героя в гильдии. Награда. Золото. За эти монетки вы можете повысить уровень характеристики ваших героев или купить рецепты. Отлично. Закрыть. Найми героя. Для того, чтобы нанять героя, вам нужно кликнуть на здание гильдии и кнопку нанять. Окей. Сюда. Нанять героя. Эдди. О, получено достижение. Рекрутер. Так. Хорошо. За сколько я его? За 300 нанял? А у меня сколько? У меня и было, наверное, 300, да? Потому что я сейчас по нулям. Так. Хорошо. А, я выполнил, типа, эту миссию. Теперь я должен сдать, да? Хорошо. Сдать. 20 награда. Ясно. Ваш боец пока с бешеным бобром не справится, но тренировки и испытания сделает из него настоящего героя. А вам причитается награда. 20 монет. Хорошо. Забираем. Что теперь? Первый бой. Ну-ка. Первый бой. Герои не должны болтаться без дела. Они от этого толстеют и наглеют. Отправьте вашего бойца на разведку в магический лес. Отправьте бойца в волшебный лес. Закрыть. К приключениям. Для того, чтобы отправить персонажа на поиски приключений, нужно поместить его на лошадь и выбрать необходимое приключение в конюшне. Окей. Так. Перетащить, да? Вот сюда на лошадь. Нажать. О, сколько всего. Это хорошо. Вот так? Так? В бой? Все. Прохождение приключений. Персонажи проходят приключения автоматически, без вашего участия. Я понял. О, у меня 80 на 80. У него 48 жизней. 16 атаки мне нанес. Золото еще за это дают. Медная руда. Хорошо. Еще медная руда, судя по всему. Угу. Так, ну это древесина. Это хорошо. Каштан. Достижение. Угу. Приключение начинается. Викторе. Хорошо. Мы потратили немножко жизни, да, зато получили золото, каштан и руду. А это что такое? Это, видимо, опыт, да, героя? Хорошо. Закрыть. Теперь я должен сдать это задание, да? Сдать. 25 награды. Спасибо. Вы отлично справились. По крайней мере, боец не сбежался с задания еще до захода в лес. Значит, у него есть потенциал. Логично все. Значит, есть. Перевязка ран. Хорошо. Перевязка ран. Ваш боец нуждается в лечении. Обратитесь в церковь. Только помните, лечение за ваш счет. Казнание резиновое. Церковь. Перемещение. А, так, карта же побольше, да? Отдалить не могу. Так, я теперь должен бояться переместить. Вот сюда. Наверное? Да. Вылечить 10. Хорошо. Закрыли. Так. Теперь сдать. Теперь вы поняли, почему лечение такое дорогое. Наша церковь лечит любые раны за считанные секунды. Даже сердечные. Это хорошо. Основы собирательства. Жители деревни написали жалобу, что ваш герой среди бела дня разгуливает голым. Может, лето, жарко ему. Чтобы решить проблему, соберите в лесу три каштанов бревна, а все вопросы потом. Награда кузница. О, прикольно. В кузнице руда перерабатывается в слитки, из которых потом можно создать оружие и броню. Ну, еще и золото дадут. Так. Оттыкаем сюда. И выбираем ресурсы. Все хорошо, бой. Так. Раз каштан. Три каштан надо собрать. Сейчас еще монстра убьем. Быстренько. Он заставляет нас гореть. Смотри-ка. Сильная магия, слушай. Почти 30 хп снес. Два каштан. И еще каштан нужен один. Отлично. Вот еще один каштан. Все. Победа. Отлично. 10% уже пойдет. Так. Что теперь я должен сделать? Я должен сдать задание. Хорошо. Бревна есть. Прекрасно. Теперь вы сможете построить кузницу. А кузнец сделает для вашего бойца доспех. Он защитит его от ран и подчеркнет мужественность. Спасибо. Так. Сюда. В кузнице это мы читали. Построить. Отлично. Быстро строится. Получено достижение постройщик. Так. Что теперь? Так. Пока закрыть. Подождите-ка. Большая стройка. Все. Я сделал. Закрыть. Что теперь? Работа по металлу. Если ваш герой никогда ничего не ковал, пусть начнет с чего-нибудь попроще. Например, с поныжей ополченца. Не беда, если получится криво. Им уже их и носить. Это точно. Так. Тренировочный лагерь при этом откроется. На тренировочной площадке герои смогут повысить свои характеристики за определенную плату. Отлично. Так. Я понял. Всплывающие подсказки можно посмотреть еще раз в окне. Окей. Так. Перетаскиваем его сюда. Так. Что нам надо сделать? Давайте сделаем... Бедный слиток. Ааа. Вот надо. Создать. Сделали. И еще один. Давайте сразу сделаем. Теперь мы можем создать по ноже. Отлично. Как раз хотя бы штаны наденем. Создать. Я так думаю, потом сейчас-то мало времени занимает. Но потом это будет, скорее всего, больше времени занимать. По ноже. Угу. Сдать. Потрясающие кривые по ноже позволили вашему бойцу... Ааа. Мозоли. Мозоли вашему бойцу обеспечены. Но разве кто-то говорил, что жизнь героя легка? Пусть привыкает. Других пока нет. Закрыть. Это что такое? Косы развалились. О, смотрите, смотрите, смотрите. У меня уже несколько заданий, да? Широкие перспективы. Ваш боец оказался настолько хилым, чтобы он уже с него сваливается. Бывает, построите тренировочный лагерь. Пусть подкачается. Закрыть. Так, тренировочный лагерь. Мне надо еще два каштана. А тут что у нас за задание? Косы развалились. Здравствуйте. Я ваш кузнец. Будем знакомы. Неприятность у нас в деревне. Крестьяне вышли в поле косить. А косы прям в руках развалились. Нужны новые, а меди нет. Цель добыть и отдать кузнецу. Пять кусков медной руды. Угу. Угу. Значит, отправляем тебя. И идем за каштаном и медью. В бой. Так, это медь. Нам надо пять. Отлично. А каштана, по-моему, надо два. Так. Хорошо. А монстры будут у нас сегодня по пути? Так. Результаты. А на кузне... Кузнецу не хватит, зато хватит. На тренировочный лагерь. Насколько я понимаю. Так. Построить. Прикольно. Так. Хорошо. А тем временем, в подземельях дворца, королевский советник делился с горгулями своим зловещими планами. Злодей. Наконец-то я уже начал бояться, что это очередная соплевая сказочка. Сказочка. Так, ну, ясно дело, кот будет все решать в этой игре. Подданные страдают, а король думает лишь о шмотках. Так не может продолжаться. Стране нужен новый король. Мудрый, добрый, красивый. Он злодей. Я. Какой из тебя... А, смотри-ка, он магией обладает. Вчера я пробудил заклинанием чудовисть мистического леса. Король отправится на охоту. И... Подставу готовит. И не вернется. Ха-ха-ха-ха-ха. Треплется о своих планах. Смех не отрепетировал. Дилетант. Не говори. Не, ну мы-то ему не дадим ничего сделать. Всем лучше. В сказках должно побеждать. Добро. Полный бред. Кто победил, тот и добрый. Ха-ха-ха. Есть у этого кота, да. Разум есть. Знает, о чем говорит. Так, хорошо. Широкие перспективы. В тренировочном лагере сможете повышать героев уровень и даже развивать отдельные характеристики. Вы ведь уже догадались, что тренировки тоже за мой счет. Да я уже понял, что здесь все за мой счет. Упорная тренировка. Подождите с тренировкой. Нам надо еще медную руду. Давай-ка сходим за рудой. А где его состояние здоровья? Ну-ка закрыть. А, да у него нормально все здоровье. Пошли. Все, в бой. Так, вот и руда. И еще одна руда нужна. И вот и она. Все, хорошо. Теперь точно. А снизу, кстати, вот зеленая полоса. Это продолжительность уровня, да. Опа, опа. Что-то. Я, ах. Да не, мы победим. Да победи. Бегство лучше поражением. Здоровье вашего героя на критическом уровне. Если герой возвращается в деревню, потеряв все здоровье во время приключений, он также потеряет все собранные им ресурсы. Чтобы предотвратить это, нажмите кнопку бегства. Сбежать и сохранить добычу. Да мы выиграем. Щелку. Мешочек для добытия. Помните, только добыча, которая находится в мешочке, гарантированно достанется вам в случае побега из приключения. Нет. Мы его убьем. Вот. Отлично. Показали, у кого есть яйца в этой игре. Все, закрыть. Эдди, молодец. Так, кузня. Закрыть. А, вот здесь отдать. Сдать. Все. Что, уже принесли медь? Эх, а я только расслабился древяной. Чаев заварил. Шезлонг вытащил. Ладно, так и быть, пойду ковать косы, чтобы они провалились. Целых 150 золота, кстати, нам за это дали. Так, тебя сначала давай-ка подлечим. Вот сюда. Вы. А так у него, смотри-ка, само здоровье восстанавливается постепенно. Не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Иди-ка сюда. Все. Тренироваться будем. Развить. Опа. Прикольно. А это что такое? Силу я увеличил, да? Так, подожди, 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 подожди. Здоровье. Если значение на здоровье упадет до нуля, то ваш персонаж убежит в деревне и не завершит приключения. Хорошо. Сила увеличивает урон персонажа по монстрам от мечей, топоров, молотов, копьев на 30, а также добавляет к герою 37 очков здоровья. Ловкость. Увеличивает урон персонажа по монстрам от арбалеров и ружей на 21,6, а также увеличивает шанс критического удара на 3,6%. Помимо этого, влияет шанс уклонения, зависящий от разницы в ловкости между героем и его противником. Интеллект. Увеличивает урон персонажа по монстрам от посохов, шаров на 21,6, а также добавляет героя 18 к сопротивлению всем стихиям. Выносливость. Увеличивает урон персонажа по монстрам от специального оружия на 14,4, а также добавляет героя 12 к показателю брони. Помимо этого, добавляет героя 24 очка здоровья. Вампиризм. Каждый удар по противнику восстанавливает вашему герою. Опа. Вампиризм, кстати, хорошая штука. Физический урон, который ваш персонаж наносит противнику. Огненный урон, природный урон, урон холодом, темный урон. Шанс критического удара. 3, это, наверное, процента, да, процента. Броня поглощает 5,66% физического процента. Поглощает 8 огненного, 8,6, так, природного, холодом, тьмы. Увеличивает урон при нанесении критического удара на 150. Ясно. Я потратил деньги и развил. А тут, я так понимаю, я развил вот это, да? А, все, я понял. Давайте еще что-нибудь, интеллект. Ловкость. Кто у нас будет Эдди? Эдди будет ловкач, силач, умный будет или выносливый? Давайте ловкость разобьем. Пусть будет ловкость. Хорошо. Потратили все деньги, спустили. Ну да ладно, надо же. Пора отправлять бойца на тренировку, повышать им уровень. А если у вас закончились деньги, вы всегда можете добыть ресурсы, сделать предметы и продать их на рынке. Это я уже сделал. Все, спасибо. Время приодеться. После тренировки ваш боец стал хоть чуть-чуть похож на человека. У него уже не такой затравленный взгляд. Попробуйте еще раз надеть на него поножи. Экиповать ополченцев поножи. Как это сделать? Чтобы одеть героя, зайдите в гильдию, выберите персонажа, конечно, кликните на нужный слот. Сюда. Одеть. Опа. А, точно, смотри-ка, он голый. Что дают поножи? Поножи. Невзрачный металл, casual C. Это, видимо, уровень. Дает 15 здоровью. 26,7 защити. Прикольно. Сюда, да? Оп. Опа, одели. Хорошо. Закрыть, закрыть. После тренировок. Это я сделал уже. Все. Не забывайте надевать на героев доспехи перед боем. Это может спасти им жизнь. И чем лучше броня, тем выше шанс героев выжить. Да и вы можете чувствовать себя спокойнее. Хорошо. Что это такое? Дом охотника. В охотничьей сторожке бревна перерабатываются в бруски, а шкуры в коже. Также здесь можно создать луки, мушкеты и кожаную броню. Закрыть. Так. Была бы охота. Заладится всякая что? Работа, видимо. Вашему бойцу не помешает хороший меч. Для его изготовления понадобится каштановый брусок, а сделать его можно только в домике охотника. Постройте его. А домик охотника нам надо построить. Опа, нам надо каштан. Пойдем-ка, Эдди, воевать. Да каштаны собирать. В бой. Вот, уже сто одна жизнь. У нас уже есть штанишки. Так, два каштана. И еще нужен один каштан. Отлично, собрали. Так, закрыть. Теперь берем, строим вот это дело. Построить. Так, домик охранника. Построим. Сдать. В охотничьем домике можно сделать еще и оружие дальнего боя, а также кожаную броню. Не все любят мечи. Некоторые предпочитают прятаться за чужой спиной и пускать стрелы. Так, ладно, хорошо. Ох, сколько всего. Так, давайте читать. Вооружаемся. Игрушечный деревянный меч это очень трогательно, но пора вашему бойцу переходить на взрослое оружие. Отправляйте бойца в кузницу, пусть сделает себе острый клинок. Создать меч кузнеца. Закрыть. Если вы забыли о том, какие материалы экипировка у вас, и заканчивайте в окно в склад. Спасибо. Что тут у нас показывают? Бедная руда, типа, да, нужна? Ну-ка. Открываем. Тренировочный. А что мне построить-то надо? Меч. Меч. Я здесь не нашел меча. Здесь? А, вот. Все, я понял. Хорошо. Нахальный мельник. Извините, что беспокою, да вот мельник не может... Мне совсем жилья не дает. Требует, чтобы жирнов ему подлатал. А где ему каштановые бруски найду? Помогите, а? Так, два каштановых бруска надо. Охота на волков. Привет, мы с сыновьями лучшие охотники на монстров по всем королям. Как я понял, вы со своими бойцами вздумали нас обойти? Не смешите, вам даже волки не по зубам. Так, убить пять волков. Хорошо. Эдди, пора отправляться в бой. Погнали. А вот и первый волк. Ну, блин. А волк сильный. Крайне сильный. Так, хорошо. Один каштан. Руда медная. И одного, еще одного волка мы не вытащим. Эдди, больше не встречайся с волком, пожалуйста. Сова, смотри, там сова была. Так, хорошо. Каштанов насобирали. Пять штук насобирали, кстати говоря. Неплохо. Ага. Так. Ты пока отхиливайся. Сколько нам надо? Не сюда. Сколько нам надо? Вот сюда. Нам надо четыре медных слитка. Каштановый брусок. Вот здесь. Медный слиток. Создать. А, надо персонажа поместить. Ё-моё. Так. Создать. И еще создать. Отлично. Так. У нас для меча ополченцы еще надо. А где у нас создается... Где создается брусок? Каштановый брусок. Вот здесь. Закрыть. Все. Хорошо. Переходи сюда. Делаем каштановый брусок. Создать. И еще создать. Так. Каштановый брусок, по-моему, нам надо сколько? Два. Ну-ка. Так. Да. Надо еще две руды. Отдать каштановый брусок. Так. Все. Хорошо. Готово. Закрыть. А-а-а. Я отдал ему. Но себе-то... Иван область себе сохранить. Так. Вынужденный перерыв. Представляете? На меня местные ругаются, что я, мол, ничего не делаю. Только на солнышке греюсь. А у меня, может, медь закончилась. Вот принесете медь, сделаю вам с шлем. Так. Пять медных слитков. Хорошо. Теперь надо кучу всего собирать. Так. Ты отхилился? Отхилился. Пошли-ка. В бой пора. Опа. Гриб, смотри. На по шляпе. Плюет все еще. Смотри, какое быдло. Вот быдло точно. Так. Если мы сейчас встретим волка, я сразу приготовлю сжать на... Да, все. Мы не вытащим. Все. Валим. Бегство. Потому что волк бы нам дал по щам. Так. Ничего сделать тут. Опа. Волчья кожа. Ну ладно, давай сделаем волчью кожу. Чтобы не... Время не терять. Пусть будет. Потом пригодится. Так. Иди сюда. 603. Давай-ка я тебе прокачаю. Давай-ка. Общий, да? Уровень. Ну давай. Молодец. Третий уровень у тебя уже. А я тебе прокачаю еще... Здесь мы видим, что развивали. Ага. Давай интеллект тебе разовьем. И выносливость еще. Пойдет. Посильнее будешь. Вот. А теперь пойдем драться. Ну-ка. На по щам. Опа. Увидели? Два раза ударил. Уже неплохо. Уже мы сможем с двумя волками справляться за бой. Вот это радует. Это вообще приятно. Так. Каштан. Каштан нам нужен. Еще нам иметь нужно. Обязательно. Вот и сразу второй волк. Сейчас мы ему нахлестаем. Ну. С третьим мы уже, к сожалению, не справимся. Оп. До свидания. До свидания. Бегство. Ну и ладно. Так. Сюда идем. Можно медный слиток создать. Можно. Да. Иди сюда. Создаем медный слиток. Так. Нам на меч. Еще нужен слиток и еще два каштановых бруска. Мы можем создать один каштановый брусок. Хорошо. Брусок. Создать. И кожу волчью сейчас создадим еще до кучи. Пусть будет. Закрыть. Угу. Все. Ты полечился? Почти. Что у нас еще есть в деревне? Бассейн. Смотри. Сауна. Расслабить можем. А вот здесь я, кстати, заметил. У него есть параметр там с улыбкой. Потом покажу. Так. Погнали. В бой. Так. Волчара позорный. Сейчас ты получишь. Давай двойной удар. Вот. Молодец. В смысле? Это что за магия была такая? Это было сильно. Скорее всего со вторым волком я уже не справлюсь. Ну да. Нет. Погнали-ка домой. Так. Здесь я что могу сделать? Не могу. Могу. Создать. Вот. Вот. Видите? Шанс создания предметов. Вот сюда надо, наверное. Оно уменьшается. Если чем, надо расслаблять их. В сауне. Медный слиток. Не могу. Не могу. Представляете, сделать. Зато могу, наверное, прокачать. Эдди. 220. Да, давайте разобьем. Почему бы нет? Вот. Сильный будет. Хорошо. Все. Отхилились. Погнали. В бой. Медная руда. Отлично. Мы что-то уже долго собираем ресурсы. Нам надо побыстрее. Волчарь сейчас наклестаем. Ну. Уже немного сносит. Прокачка делает свое дело. Это хорошо. У нас, я так понимаю, скоро будет ходить по трем линиям. Будут разные герои. Мы будем отправлять на разные задания. Прикольная игра. Ну. Мне пока очень нравится. Она и с юмором, и с каким-то развитием. Прям неплохо. Так. Хорошо. Что мы можем теперь сделать? Медный слиток. Надо создать. И еще медный слиток можем создать. Отлично. Закрыть. Я могу сделать? Могу? Меч ополченца. Так. Мне нужно каштановый брусок создать. Делаем каштановый брусок. Закрыть. Сюда назад. Создаем меч ополченца. Создать. И выполняем главное задание получается. Да? Да. Хорошо. Все. Сдать. Спасибо. Клинок получился куда лучше, чем по ножу. И все же рекомендуем приглядывать за вашим бойцом. Новички так и норвят отрубить себе пару пальцев. Но ничего. Отрубит уроком будет. Отдать. Медный кузнец. Создать. Получаем шлем. Спасибо. Приоденемся потом. Хорошо. Волков убили. И еще 200 голды. Так. Зайдем сюда. Одеть. У нас теперь есть шлем. Сколько? И шлем, и меч. Вот этот меч наносил 5 урон. А у этого еще и защиты добавляют. Конечно, одеваем. Отлично. И вот это, да? Ну-ка. Совсем боец уже мощный у нас. Так. Кстати. Не сюда. Вот сюда. Мы можем нанять еще одного героя. Прикольно. Боевой дух. Боец у вас избалованный. И от тяжелой работы у него ухудшилось настроение. Слоняется по деревне и жалуется на жизнь. Отправьте его в сауну. Увеличение размера группы. Блин. Прикольно. Опа. Настроение. У каждого персонажа есть шкала настроения. Когда персонаж счастлив, он получает ряд преимуществ и наоборот. После каждого похода в приключения или при создании предметов настроение персонажа ухудшается. Улучшить настроение персонажа можно в сауне. Опа. Плохое настроение. Высший шанс пропустить ход. Снижает шанс превыпадения предметов. И шанс создания вещей высокого качества отсутствует. Хорошее настроение. Шанс двойной атаки. Шанс найти больше предметов. И шанс создания вещи более высокого качества. Конечно же надо поднимать настроение. Иди, родной, отдохни. Так. Как вот так. Эдди. Все. Расслабить. Отлично. Да, вот этот параметр отвечает за настроение. Сдать. Так. Сауна очень способствует хорошему настроению. Высокую боевую дму у героев. Лучшие лекарства от стресса, простуды и лишнего веса. Пойдет. Работа для двоих. Ваш боец, конечно, держится молодцом. Но он один, у врагов много. Это несправедливо. Найдите ему напарника. Если этого еще не сделали, отправьте в лес группу из двух бойцов. Двух героев. Так. Теперь мне надо здесь нанять героя. Кадзуки. Ооо. Теперь им будет боем весело, конечно. Она у нас слабенькая совсем. Но ничего. Так. Давайте-ка мы ее сразу прокачаем. Почему бы нет? А я не могу ее развить. А почему? А у меня золота нет. Все. Я понял. Так. Сюда. И сюда. Типа атаки. Герои с оружием ближнего могут. Ближнего боя могут атаковать, только находясь спереди группы. Герои с... Так. Я понял. А она у меня... Ну, сейчас в бою и узнаем. Она тоже с ближним боем. Хорошо. Так, ладно. То есть, она не может атаковать. Ей нужен какой-нибудь арбалет. Ладно, я понял. А если я ей какой-нибудь длинный меч дам, она достанет оттуда? Ну, очень много вопросов. Так. Она, смотрите, она не атакует. Да? Атакует только Эдзи. Да, она просто стоит, получает дамаг. И сейчас она умрет. Обильно. Очередь лечения. В церкви можно купить лечение для персонажей, которые находятся в бою. Когда они будут извечены сразу после возвращения из приключений. То же самое работает и с восстановлением салони. Хорошо. Окей. Так, но с ним мы должны справиться. Я надеюсь, что мы, конечно, справимся. Все. Победа. Результаты. Так. Ладно. Закрыть. Бедняжка. Так. Работа для двоих. Сдать. Что теперь? Настоящее испытание. Пришло время вашему бойцу доказать, что вы не зря вложили в него столько сил и золота. Пусть убьет пару энтов посильнее. Из-за них детишки боятся ходить за ягодами. Элитный монстр. Ясно. Помимо обычных монстров в приключениях могут встретиться также их элитные версии, обладающие большой силой. При убийстве таких монстров вы получаете больше наград. Отлично. Так. Давай-ка ты пойдешь у нас сюда. Тебе совсем ничего нет. А она с копьем может будет доставать? Я вот не знаю. А где? Вот здесь, да? У нас арбалеты будут. Так, хорошо. Мы тебе сделаем потом арбалет. Так, Эдзи, пойдем-ка сходим. Погуляем. Так, ну ты ему сейчас по шапке надоешь. Это по-любому. Медная труда нам пригодится. Нам еще арбалет надо сделать нашей спутнице. Так. Однопаечные уже пошли. С одного удара мы их выносим. А вот уже и сильный монстр. Справимся мы с ним? Надеюсь, справимся. Да должны. Все. По щам надавали. Блин, чуть яд не убил полностью. Обидно. Отлично. А, два надо убить. Так, хорошо. Создаем рудну. И еще. И еще. Отлично. А что нужно на... Так, тренировочный такой. 5-15. Нам бруска не хватает, да? Так, ладно. Иди сюда. Создавай каштановый брусок. Закрыть. Блин, да много не хватает. У нас только один. Надо еще три. Ясно. Так, ты вылечился? Ты готов? В бой, конечно же. Нам нужен каштан. Собирай каштан, пожалуйста. И тогда мы сможем спутницу с собой брать в бой. Будет сзади стрелять из-за той широкой могучей спины. Он у нас в матче такой с голым торсом гоняет. Да блин, зачем руда? Собирай каштан. О, ну зато мы задание сейчас выполнили, кстати. Сейчас мы с ним справимся. О, блин, яд. Вот яд много-то наносит. Главное не умереть. А засчиталось, что я убил? Засчиталось. Хорошо. Спасибо. А это что? Дом мод первый. Сдать. Вы сделали нужное дело. Королевская канцелярия гордится вами. К тому же, зачем губить природу и рубить деревья на дрова, если можно рубить на дрова эндов? Логично, согласен. Что теперь? Следуем моде. Дом мод это самое важное, что вы можете сделать для деревни. Где еще ваши герои смогут приобщиться к культуре высокой моды? Строите немедленно. Хорошо построим. Дорогие гости. Вчера гости из дальней деревни играли с нашими охотниками. В карты проиграли свои копья. А путь обратно долог и опасен. Вы поможете? А не вам за это кожу подкинуть? Два легких копья. Они 16 кож нам сделают. Понятно. Смерть ворам. Ваши крестьяне поймали вора, который обчищал их дома по ночам. Желая отомстить, они доставили его к вам. Обвиненный умоляет вас о прощении и заявляет, что это роковая случайность, и что он не виновен. Доказательство крестьян и правда вызывает много вопросов. Хотите ли выгнать его из деревни? Опа. Мы сейчас еще и рулить будем из деревни. Выгнать или не выгнать? С одной стороны, доказательства притянуты за уши, да, как я понимаю. Но с обратной же стороны можно сделать другим назидание, и они потом три раза подумают о том, чтобы не выгонять. Да, выгнать. Награда 150. Вор издан в леса, и крестьяне ликуют в знак благодарности, они дарят вам немного золота. Спасибо. Спасибо. Это радует. Так, Кадзуки, давай-ка мы тебя разобьем до второго уровня. И пам... Не-не-не-не-не, подождите. Давайте еще Кадзуки разобьем вот так. Вот так. Вот так. И еще хватит у нас на интеллект. Ну и потом на выносливость еще сделаем. Хорошо. Вот. Ну ладно. Что ж. Пишите в комментариях, насколько вам аграя понравилась. Мне она пока вообще прям нравится. Думаю, будем проходить. Вот. На этом пока закончим. Что ж. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК. И смотрите продолжение. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок